Это у нас тесто на куличи. Тесто сдобное. Тут у нас изюм, тут у нас цукаты, тут у нас сахар, ванилин, цедра апельсинов. Пожалуйста, мы добавляем цедру апельсина или лимона. В этот раз у нас апельсин. А еще секретный ингредиент. Капля материнской любви. Многодетная мама Ольга Дильман в праздничные и пасхальные дни испекла десятки куличей. В подарок бойцам на фронте. О том, как сейчас воюют наши ребята в семье Дильман, знают не понаслышке. Я это все делаю, потому что там наши мальчишки, в том числе и мой сын Игорек, самый младший. У меня их вообще трое сыновей. Но по возрасту подошел один. Старшие двое сыновей, которые по возрасту не подошли. К мобилизации. Вообще там наши ребята, которые хотят что-нибудь вкусненького, домашнего. И вот это то, что могу я. Поэтому я для них это делаю. Младший сын Ольги Игорь мобилизован минувшей осенью. Командует минометным расчетом под городом Кременная в Луганской области. На фронт Игоря провожал отец, отставной военный. Когда он ходил, я ему сказал, чтобы сын пришел домой с победой, живой. Мы его ждем сильно. Куличи собирают в коробке. Когда вы смотрите этот сюжет, посылки уже в пути на передовую. Помогают с доставкой волонтеры движения «Мы вместе». Куличи, которые напекла Ольга Олеговна, будут отправлены в ближайшее время на передовую нашим ребятам. В эту же посылку мы положим письма с пожеланиями вернуться живыми и здоровыми школьников Брянской области. Также будет отправлена партия гуманитарного груза в соответствии с запросами ребят. Вместе с куличами по просьбе бойцов на фронт отправят и другие пасхальные подарки от фокинских волонтеров движения «Мы вместе». Рации, квадрокоптеры, приборы ночного видения. Алексей Соболь, Анатолий Чикрыгин, Фокина.